Если бы Колыванскую царицу ВАЗ, которую еще с 19 века красуется в Эрмитаже, делали сегодня, то работа заняла бы не долгих 10 лет, а считанные месяцы. Сейчас на заводе есть все, чтобы за пару минут распилить камень с точностью до миллиметра. Достаточно лишь нажать на кнопку. А еще пару лет назад этот процесс занимал часы. Берете линейку, вы меряете, какую толщину, какую. Это все было вручную. Директор завода «Взахлеб» рассказывает о новом оборудовании. На его приобретение из краевого бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Оборудование позволяет обрабатывать камни гораздо быстрее, чем было раньше. Не надо будет отправлять это все на Урал, в Челябинск. То есть периодически в месяц мы два раза отправляем посылкой по 3-4 диска. Это как минимум у нас около трех недель, плюс финансовые затраты большие. Правда, часть оборудования еще ждет своего запуска. Не хватает пары деталей. В целом же работа в цехе кипит. Из камня здесь делают все – от сувениров до бордюров, которые потом используются при строительстве дорог. При заводе есть и свой художественный цех. Здесь из порфира, яшмы и других редких камней получаются вот такие мозаики. Это предварительный просмотр, называется сухой набор, без склейки. Потому что потом, когда склеим, невозможно заменить детали. Где-то бывают пролеты. То есть в одном кессоне камень работает, то есть он в плоскости смотрится, по тональности, по световой гамме. А когда мы раскладываем в большом пространстве, в поле, в котором оно работает, он, к сожалению, не работает. Приходится менять. Одна такая работа занимает больше месяца, а заказов немало. Приходится работать в несколько смен. На предприятии около 70 человек. И все они знают, что главное в работе с камнем – терпение и высокий профессионализм. Она расшагировать день с толком.